Приветствую вас и давайте мы с вами для начала попробуем разобраться с тем, что изменилось у вас с молодым человеком после того, как вы жили далеко от всех и жили, как вы утверждаете, тихо, мирно и спокойно. Что изменилось? Во-первых, почему вы переехали туда, где ваш мужчина начал вести себя неподобавившим образом, так как вам не нравится, что заставило вас переехать и что заставило самого молодого человека, начать вести себя соответствующим образом. В зависимости от того, сколько времени вы уже вместе, вполне вероятно, что мужчина считает, что вы принадлежите ему, вы никуда от него не денетесь, вы в любом случае будете с ним и определенно на руку играет еще и то, что вы в этой ситуации считаете, что проблема в вас. Это не так. Проблема не в вас. Проблема в нем. Именно он начал менять свое поведение. Именно он обманывает вас и делает то, что вам не нравится, не оглядывается, не опирается на ваше желание, на ваше чувство, на ваше переживание и так далее. По сути, он не считается тем, что вы хотите. Можно разбираться и по пунктам каждый момент, который вы привели. Например, обещает прийти в одно время и в итоге задерживается. Хорошо. Зачем обещает? Зачем обещает и как объясняет свое задержание? Если никак не объясняет, то мужчина не пишет ответственность за свои слова, не отвечает за них, что, естественно, снижает доверие. Выпивает почти каждый день пол или целый литр. Ну, если вам это не нравится и вы говорите ему об этом, а мужчина игнорирует, то это опять-таки говорит о том, что он думает о себе, но не думает о вас. Походы к отцу. Зачем? Что он в этих походах для себя прощает? Что ему у отца, ну и опять-таки, если вы не хотите, чтобы в вашей жизни присутствовал его отец, и вы ему об этом говорите, а он к вам не прислушивается, это говорит о том, что мужчина не очень-то сильно дрожит вашими чувствами и не очень-то сильно хочет вам как-то угодить. Это опять-таки характеризует его с не самой лучшей стороны. Это опять-таки характеризует его как человека, который не очень о вас беспокоится, не очень о вас волнуется. Вот отсюда и следует сделать вывод, что это не в вас проблема, а в нем. Это у него изменилось в ком отношении, у него изменилось видение вас в своей жизни. Может быть, чувство немножко подавстыли, может быть, расслабилось и так далее. Но главное, скорее всего, то, что вы дали ему почувствовать, то от него никуда не уйдете. И вот этого чувства его нужно лишить. Лишить, чтобы он вновь боялся вас потерять. Когда он оказывается в таком положении, он проявит к вам свое отношение. Либо будет вас возвращать, либо начнет вас обменять в чем-либо и так далее. Это подпособствует тому факту, что вы поймете, он вам не дорожит, а использует для своих целей. Но такое отношение терпеть, я не думаю, что стоит, и не думаю, что для вас это хорошо, позитивно и безболезненно. Напротив, вы подавляете себя, подавляете свою самооценку, свою личность. Вы вредите себе, терпя такое отношение. Поэтому делать этого не нужно. Если вы не можете по какой-то причине от него уйти, если вы не имеете возможности в таком, тогда возникает вопрос. А что вас удерживает? Какого рода у вас от мужчины зависимость? И если эта зависимость имеется, от него нужно избавляться. Но однозначно можно сказать, что любящий мужчина, любящий, заботливый, ответственный мужчина, так себя не ведет. Я надеюсь, это вы понимаете. На этом все. Если я вам помог, то очень рад. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Ну а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.